Всем привет! С вами Алексей Молчанов и мы продолжаем нашу отборочную кинверсиаду по разным тематическим циклам. В прошлом туре мы устроили голосование и выбрали цикл «Человек – это звучит». Посмотрим, что вам больше понравится из сегодняшних вопросов. Итак, четвертый вопрос из цикла «Планета приключений». В его основе телепередача о путешествиях, которые рассказывают об обычаях и традициях разных народов мира. Также в этом цикле есть эпизоды из художественных фильмов о приключениях. Вопрос на экране. В «Катакале» девять выражений лица, которые помогают актеру передать существо характера. Индийский театр «Катакали». Он обходится всего девятью выражениями лица, показывающими разные чувства и эмоции. Актер демонстрирует одно из них. Какое? Что именно передает это выражение лица? Пока вы думаете, я снова включаю прожектор. «Большая страна». В этом цикле собраны вопросы из советских фильмов, которые отражают общественный уклад и образ жизни в СССР. Я бы назвал эти фильмы панорамными. Видно все, но детали ускользают. Давайте смотреть вопрос. Свой культурный досуг я люблю проводить в ресторане «Одуванчик». Все здесь неплохо. И богатое меню, и красивая обстановка мебели, и вежливое обслуживание со стороны официантки Клавдии Распоповой. Я ее вчера уволила. Да? Но с приходом нового руководства в лице товарища Шумовой, все изменилось в худшую сторону. В работе персонала появилась нервность, что плохо отражается на нас, посетителях. Прошу срочно принять меры. Академик и подпись. Разрешите? Пожалуйста. Ну я не думаю, что бы это писал академик. Максимум член-корреспондент. Почему вы так считаете? Чиновник из общепита пришел с проверкой в ресторан. И в присутствии новой директрисы зачитывает отзыв одного из постоянных клиентов, который назвался академиком. Директриса же заявляет, что этот посетитель, скорее всего, никакой не академик. Вопрос. Почему она так решила? Так, следующий вопрос из цикла «Судьба индейка». Здесь представлены фильмы о нелегкой или, наоборот, весьма удачной судьбе их героев. И, как можно догадаться, в названиях этих фильмов часто есть слово «судьба». Смотрим вопрос. Так я должен задать свечу? Да. Вот. Большое спасибо. Постойте, это еще не все. Куда вы меня ведете? Терпение. Юбилей надо отметить, как полагается. Помните, папа собирал коллекционные машины. Вот мы с Жаном Филиппом решили подарить вам одну. Нет, что вы, как можно? Выбирайте, который вам по вкусу. Да нет, я не могу. Выбирайте? Да нет же. Что, я не знаю, как дороги вам эти машины? Простите, я не могу принять такой подарок. Это безумие, это черт знает что. Да и как тут выберешь? Они все замечательные. Вы хотя бы помогите мне. Ну ладно, возьму вот эту, ближнюю. Я право смущен. Помню, папа говорил такие прекрасные слова. Стыдно говорил он дарить вещь, которую... Довольно состоятельный человек ушел от своей прежней жизни, разыграв собственную смерть. А в этом эпизоде его дочь делает подарок другу семьи на день рождения. В последующем разговоре она вспоминает фразу своего отца. И вот вопрос. Какую вещь по его словам стыдно дарить человеку? А на этом мы заканчиваем сегодняшнюю серию. Жду вашей версии в комментариях. И я, пожалуй, дам вам два дня на обсуждение, чтобы больше участников смогли высказаться. Ну а после публикации правильных ответов мы снова устроим голосование за наиболее интересный вопрос. Приглашайте своих друзей к игре и всем успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!